После путешествия по Саксонской Швейцарии, посетив Мюнхен и Париж, в августе 1857 года Ге с молодой женой приехали в Рим. Начались поиски сюжета большой картины на собственную, а не на заданную в Академии тему. Античные форумы, Колизеи, Капитолии обратили Ге к величественной истории Древнего Рима. Он начал работать над сюжетом «Смерть Виргинии». Сделал множество эскизов и этюдов, но потом оставил тему, увлекшись новой исторической драмой – разрушением Иерусалимского храма. Этот сюжет также не воплотился в большом полотне. Одновременно с многофигурными историческими коллизиями в духе последнего дня Помпеи Брюлова Ге разрабатывал камерный, но не менее драматичный сюжет «Любовь Висталки». Служительница богини Весты, нарушившая обет безбрачия, смертельно рискует, покорившись своему чувству. Любовь сильнее страха смерти. Этой романтической идеей вдохновлялся Ге, работая над серией эскизов «К любви Висталки». Любовь Висталки уходит, покрывшись плащом, как вор, чтобы слиться с темнотой ночи. Нравственное превосходство женщины в любви, способность в любви к полной самоотдаче. Эти качества женской натуры всегда восхищали Ге, который относился к женщине с рыцарским преклонением. Субтитры создавал DimaTorzok Вторая линия поисков Ге в Италии связана с кругом евангельских сюжетов. Возвращение с погребения Христа. Мария, сестра Лазаря, встречает Иисуса Христа, идущего к нему дома. Эти работы совершенно отличны от бурной патетики вдохновленных Брюловым эскизов. К смерти Виргинии, разрушению Иерусалимского храма, смерти Эмельдой Ламбертации. Внутренняя сосредоточенность персонажей, просветленная ясность образного строя, возвышенная красота евангельского рассказа отличают эскизы Ге на евангельские сюжеты. Пластиковые удлиненных фигур, музыкальностью ритмов, акварельной прозрачностью красок они напоминают библейские эскизы Александра Иванова, чье мастерское время Ге посетил в 1858 году. Субтитры создавал DimaTorzok После шестилетних мучительных поисков своей темы, запечатленных во множестве эскизов, после полосы отчаяния и разочарования в своем призывании художника, после блуждания между авторитетами Брюлова и Иванова, Ге обрел собственную тему и свой собственный голос. Это произошло во Флоренции, когда читали Евангелие, в сочинении Давида Фридриха Штрауса «Жизнь Иисуса», Ге увидел в сюжете «Тайные вечери» присутствие драмы. «Вот, понял я, что мне дороже моей жизни, вот тот, в слове которого не я, а все народы поторут». Через неделю была подмалевана картина «Настоящую величину без эскиза». Избрав сюжет, многократно трактовавшийся в мировом искусстве, Ге предложил новое и смелое для своего времени его прочтение. Евангельская тема была осмыслена в нравственно-психологическом плане. Новация Ге заключалась в очеловечении божественного образа и его психологизации. В «Тайные вечери» поражало и вызывало споры то, что в картине евангельские персонажи наделены человеческими эмоциями. Христос глубоко огорчен апостолами во власти чувств гнева и удивления. Субтитры создавал DimaTorzok Ге порвал с иконографической традиции, с канона. Работая над картиной, художник обратился к первоисточнику, тексту Евангелия и своему личному чувству. Для воссоздания атмосферы последней трапезы Христа с учениками он воспользовался реконструкцией Штрауса, наметившего силовые линии диалога между главными действующими лицами евангельской драмы – Христос, Иуда, Петр и Оа. Другой известный библиист второй половины XIX века Фредерик Вильям Фаррер так описывал обстановку пасхального ужина Христа и двенадцати его учеников. Если сравнить описание древних юдейских обычаев с теми, которые еще существуют и теперь на Востоке, то нетрудно представить себе общий характер этой вечери. Она совершенно не похожа на ту, с которой мы так хорошо знакомы, благодаря гению Леонардо да Винчи и других великих художников-живописцев. Комната, вероятно, была с белыми стенами, и в ней не было ничего, кроме самой необходимой мебели и убранства. Лежанки или возглавия, каждая на три человека, были расставлены вокруг трех сторон одного или нескольких низких деревянных столов. Обычай есть пасху стоя был уже давно расставлен. Возлежание считалось наиболее сообразным и удобным положением, тем более, что оно признавалось положением свободных людей. Каждый гвоздь возлежал во всю длину, облокачиваясь на левую руку так, чтобы правая могла быть свободной. В образе Христа запечатлены черты Герцена. Этюдом послужила фотография, сделанная Сергеем Левицким. В образе негодующего апостола Петра Г. изобразил самого себя. Чтобы представить Белинского в образе пророка Самуила, а Герцена в образе Христа, нужна огромная вера и титанические возможности отдельной личности. Пафос искусства Возрождения воскрешался в живописи 19-го столетия. Тайная вечеря Г. поражала современников также совершенно новым прочтением образа Иуды. В измене Иуды художник увидел не низкий поступок изменника, а протест против учения Христа. В трактовке Г. во время Тайной вечери произошел раскол среди единомышленников. Христос знает, кто предатель, но не останавливает его. Он дает событиям идти своим чередом. Расстановка акцентов внутри самой сцены, выделения образа Иуда были совершенно апокрифичными. В отличие от традиционной трактовки евангельского события, когда названный Христом будущий отступник остается неузнанным, Иуда в картине Г. уходит опознанно. На него устремлены потрясенные, негодующие взоры апостолов Иоанна и Петра. Это приводит к драматически заостренной ситуации. Обнаженность конфликта, трактовка его как идейного раскола, принципиального разногласия сторонников двух различных мировоззрений и составляет наиболее оригинальную черту картины. Иуда, говорил Г. не мог понять Христа, потому что вообще материалисты не понимают идеалистов. Надо сказать, что личность Иуды вообще чрезвычайно интересовала Г. В своей картине он дал сначала название «Уход Иуды», а в 1891 году, вновь обратившись к этому новозаветному персонажу, написал картину «Совесть Иуда». Для Г. Иуда интересная, значительная личность со своей позицией, а не банальный предатель. Своим поступком он по-своему желал спасти человечество. Иуды. Новаторская трактовка образа Иуда была отмечена критикой. Фигура на первом плане – это Иуда, но не тот грубый злодей, каким его рисовали многие. Нет, это величественный, исполненный мрачной красоты образ, в котором вы видите тип того энергического, живущего племени и народа, против черствого, жестоко практического и материального духа, которого боролся Иисус. Это все иудейство, воплощенное в одном живом человеке, еще недавно избранном члене небольшого кружка реформаторов, но теперь разрывающим с ним связь, конечно, не вследствие мелкой обиды или копеечной жадности, а потому, что он с ними не мог сойтись. Посмотрите на это лицо. Это отступник в полном значении слова, но это не тот мелкий шпион и предатель, который продал учителя за дешевую цену. Нет, 30 серебряников играет тут роль простой формальности. Андрей Сомов интерпретировал конфликт Христа и Иуды в картине Г как противостояние общечеловеческого учения учителя и узкопатриотического мировоззрения ученика. Иуда, воспитанный в еврейских предрассудках, любящий родину, доведен до крайности. После долгих колебаний он пришел к убеждению, что Иисус не восстановитель величия родины, а враг ее, грозящий разрушить все, что по понятиям тогдашнего еврея составляла ее национальность. Дьявол вошел в сердце Иуды. Этот дьявол – демон мщения, а не корыстолюбия. Он ведет Иуду к доносу на Христа, результатом которого может быть одно самоубийство предателя, когда утихнет в нем первая горячность и заговорит голос прежней чистой совести. 30 серебряников – только формальность. Это не негодяй, но глубоко оскорбленный старообрядец, приносящий учителя в жертву своим предубеждением. Один Христос понимает, что происходит в душе изменника. Лежащая фигура Спасителя полна глубокую скорбью о том, что его не поняли, даже своей, что один из учеников враждебно его покидает, другой скоро отречется от него, и все разбегутся. Но он уже успел испить свою чашу и не хочет, хотя бы и мог остановить предательство. Пусть оно совершится. Пусть прольется кровь искупления. Она должна открыть глаза прозелитам, связать их небольшое общество в дружную семью, которая разнесет по целому миру учения любви и спасения. Создание эмоциональной атмосферы полотна важную роль играет драматургия света и тени. Она также несет символическую смысловую нагрузку. Иуда заслонил с собой источник света. По образному выражению Сергея Даниэля Иуда выкроен из мрака. Весь он – огромная, странная и страшная тень. Фигура Иуды изображена против света. Он буквально стал против света Христа. Мрачный, таинственный, черный силуэт фигуры Иуды на фоне стены, отблески огня на лицах Христа и апостолов словно предвещают скорую романтическую развязку. Огромные тени, движущиеся по стенам, нагнетают атмосферу общей тревожности. Эта картина принесла ГЭП первой настоящий успех у публики, критики и академических профессоров. В 1863 году Петербургская Академия Художеств удостоила ГЭП звания профессора, минуя звание академика. Редчайший случай в истории Академии. Картина была куплена для Музея Академии Художеств за 10 тысяч рублей серебро. Тайная вечеря – произведение, ставшее для русской публики открытием новой самостоятельной творческой индивидуальности. Субтитры создавал DimaTorzok Вдохновленный успехом Тайной вечери, Гей вернулся во Флоренцию из Петербурга и приступил к работе над новым болотном на евангельский сюжет «Вестники. Воскресенье». Композиция картины построена на противопоставлении двух миров, возлюбивших Христа и равнодушных к Нему. Мария Магдалина спешит возвестить радость о воскрешении Христа тем, кого Он любил, и всему миру. Ее фигура, освещенная лучами восходящего солнца, символ золи света истины. Воины, в нижнем регистре картины, поделившие жалкие одежды распятых, остались безучастны происшедшему. Тема двоемерия подчеркнута, как и в Тайной вечере драматургии света. «Мария святу, стражники в глухой тени». Как писал сам Гэ в письме к Григорию Гагарину, толкуя замысел картины. Мария Магдалина стала заревом нового света, встречая у самого источника мрачный образ тьмы. Уже сравниваем, вступает в борьбу и тем самым венчает ряд побед. Историю свободы человека, венчанную в воскресенье сына человеческого. Контуры фигуры Марии напоминают взлетающую птицу. Это протосимволическое решение выпадало из реалистических канонов русского искусства второй половины XIX века. Казалось слишком дерзким. Картина провалилась у критики и публики, почувствовавшей себя шокированной. Марию Магдалину обозвали то ли со рукой, то ли властичкой. Субтитры создавал DimaTorzok Не было понятное и следующее полотно Ге «Христос в Кефсиманском саду», показавшееся до дерзости небрежным. Картина экспонировалась на международной художественной выставке в Мюнхене в 1869 году, в Москве на выставке «Общество любителей художеств» и в 1870 году на персональной выставке Ге в залах Академии художеств. Но она никого не поразила, никого не обратила, она упала, как камень в глубокий колодец. Тем не менее, это один из самых глубоких замыслов Ге, завораживающий атмосферой предчувствия величайшей трагедии, выражением муки безысходности и каменного отчаяния в фигуре Христа. Лицо Христа обращено к лучу света, который символизирует присутствие Бога Отца. Этот мотив еще более читаем в ранних вариандах композиции. Так с помощью света Ге передает разговор Христа с Богом Отцом. Картина Ге вливалась в русло восточно-христианской традиции, согласно которой свет неотделим от самого Бога и свет – эманация Бога. Сгущенностью эмоциональной атмосферы картина обязана также колориту, построенному на аккордах темных тонов чернина синего, лилового, серого, зеленого и черного. Написать такое большое полотно одними лилово-синими и черными красками на это до Ге еще никто не осмеливался. В этот глухой и торжественный красочный реквием вливаются неумолимые лучи серебряного лунного света. Христом в Гефсиманском саду восхищался Михаил в Рубе. В чуткую и нервную природу его существа проникла длящаяся боль отчаяния в полотна Ге. Там так передан лунный свет, как будто видимый во время головной боли. Эти эффекты мне знакомы, у меня бывает не берет. В этом произведении содержатся истоки позднего творчества Ге, эмоциональный накал и экспрессия формы страстного цикла 1890-х годов. Неприятие публикой на 20 лет задержало развитие оторвания Ге по руслу, намеченному в евангельских работах 1860-х годов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok